Смотрел просто за окно, увидел, как падает башенный кран. Теперь из этого окна стрела упавшая видна. Как башенный кран заваливался на строящийся дом, Александр наблюдал накануне вечером. Площадка всего в десятки метров от его квартиры. Скрежет металла так напугал жителей микрорайона Пихтовый, что многие решили эвакуироваться. Многие, многие просто с детьми, молодые родители, мои знакомые, собирали вещи и садили свои теплые машины. То есть они просто решили, видимо, переночевать у родственников. Кран дал крен, когда поднимал бетонную смесь. Башня упала на недостроенный подъезд. В это, хоть и позднее время, на стройплощадке еще работали люди. Трагедии чудом удалось избежать. Элемент повреждения секции, на которую попал кран, незначительный. Несущий элемент затронут лестничные балки. То есть это сборный элемент, который меняется в течение 5-10 минут. А вот серьезных разрушений нет. Это, пожалуй, самый приятный момент ночного происшествия. Крановщицу, что чуть не упала с 25-метровой высоты на землю вместе с краном, вызываляются с кабины. Целую и почти невредимую. Этого момента женщина ждала большей часа, находясь буквально в подвешенном состоянии. По состоянию, когда ее снимали, она была вполне адекватная. Ее сразу же на месте обследовали медики. Ну и определили, что у нее ушиб лба. Причины ЧП устанавливает Ростехнадзор. Версий несколько. Либо техническая деформация металла. Этот рельсовый кран возводит дома уже 6 лет. Либо несоблюдение техники его эксплуатации. На пару дней, пока демонтируют завалившийся подъемник, стройку приостановят. Но на сроках сдачи дома, уверяют застройщики, это не скажется. О рабочих больше всего волнует самочувствие их коллеги-крановщицы. И про нее здесь уже говорят. Сейчас 41-летняя крановщица находится дома. От любого общения даже с коллегами женщина воздерживается. От больничного, как и от предложенных ей начальством отгулов, Надежда Смирнова отказалась. Валентина Ремеева, Иван Марунин. Новости 41-го канала.